Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Батия. И мы будем пользоваться несколькими переводами, прежде всего синодальным переводом. Также будем смотреть современный перевод и интересный перевод – это Таргуман Келоса. Это очень древняя система расширения смысла библейского текста. Но за основу мы сегодня берем синодальный перевод, и мы сегодня будем изучать 15 главу. Она начинается словами «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму введение и сказано «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Таргуман Келоса предлагает такой перевод. Спустя некоторое время после этих событий Аврааму было пророчество, и услышал он слова Господа «Не бойся, Авраам, мое слово, тебе защита, обильно будет твоя награда». Само слово «После», «Ахар», оно здесь употребляется в единственном числе и указывает на то, что сразу после тех событий, которые описаны до этого. То есть это явление Бога происходит Аврааму сразу после вот этих событий, война в долине царей. А если бы стояло множественное число «Ахарей», то «После» означало бы после значительного времени, и это событие не было бы связано напрямую с предшествующим событием. Поэтому Анкелос как бы не очень правильно интерпретирует этот текст, а синодальный перевод здесь более точен. «После сих происшествий, то есть сразу после сих происшествий, было слово Господа к Аврааму «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». И сразу возникает вопрос, отчего же испугался Авраам. Авраам мог испугаться реально того, что так как он вел военные действия, он проливал человеческую кровь, он организовывал эти действия, что Божье благословение его оставит. А кто-то может спросить, но Бог же сказал Аврааму «Я тебя благословлю, распространю, размножу». Почему все время Авраам, Исаак и Иаков, они как бы переспрашивают у Бога, как бы высказывая сомнения? Никто из патриархов никогда не сомневался в Боге, но они всегда сомневались в себе. Иногда им казалось, что как бы лимит Божьей благословения уже исчерпан. И в этом смысле они себя спрашивали значительно строже, чем с обычных людей. И чтобы разрешить вот эти недоумения Авраама, Бог сразу является к нему и говорит «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Элиазер из Дамаска». Анкилос предлагает такое решение «Зачем мне твои дары, если я умру бездетным?» Действительно человек, который на склоне лет, и да, у него все есть, но а кому это останется после его смерти? Бог обещал благословение Аврааму, великие благословения. Но благословение в те времена – это прежде всего дети. Это прежде всего дети. Смысл и назначение брака – родить и воспитать праведного и святого потомка, который обернется благословением для многих и многих родов. «И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чесел твоих, будет твоим наследником. Конечно, поверить в это было практически невозможно. Авраам был стар, и Сара была стара, и все то обычное, что происходит у женщин, у Авраама, у них это все прекратилось. Поэтому, чтобы они в это поверили, их надо вывести как бы за пределы той реальности, в которой они существуют. И далее так и происходит, мы читаем, «И вывел его, то есть Господь вывел его, Авраама, вон, и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». На самом деле считается, что с земли можно сосчитать звезды, которые человек видит на небе. По крайней мере, древние считали именно так. Но когда Господь выводит человека из обычного существования, и тот созерцает некое духовное небо и звезды со всех сторон, то сосчитать их представляется совершенно невозможно. Что это за звезды? Это потомки Авраама, причем звезды – это верующие потомки Авраама, а песок – морской, прах земной, его потомство сравнивается и с этим – это неверующие потомки Авраама. Потому что, как Павел пишет, не тот потомок Авраама, кто внешне, наружно таков, но тот, кто внутренне таков, то есть тот, который имеет нравственные качества Авраама. А некоторые потомки Авраама, они вообще переродились в противоположность Аврааму. Авраам верил в грядущего мессию Христа. Это видно. А те, которые отрицают Христа, в каком смысле их можно назвать потомками Авраама? Ведь Бог прямо сказал Аврааму, что в твоем семени, то есть в неком твоем потомке, благословятся все народы земли. То есть не один еврейский народ, а все народы земли. А мы знаем, что только в формате Христовой Церкви все народы земли узнали библейское ветхозаветное откровение. И что происходит далее? Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Это золотой стих книги Бытия. Ссылки на этот текст мы находим в новозаветных посланиях. Человек поверил сверх силы, сверх меры, как пишет апостол Павел. И эта вера вменяется ему в праведность. Что значит праведность? Праведник, цадик, по-еврейски это цельный человек, цельный, который, прежде всего, совершает очень много праведных дел. Но вера – это согласие с чем-то. Вера может быть намерением, но вера – не действие. И в послании к римлянам апостол Павел пишет, по вере это значит не по делам, иначе бы дело не было бы делом. То есть там, где дело, как бы вера не взыскуется. А здесь вера вменяется в действие. И надо сказать, что для христиан этот текст имеет особое значение, потому что христианская вера воспринимается сама по себе христианами как одна из наивысших теологических добродетелей, наряду с надеждой и с любовью. А любая добродетель – это заслуга. И христианская теология знает три теологических добродетели, они же библейские добродетели. Это вера, надежда и любовь. И читаю книгу «Бытия», мы будем читать про Авраама, мы уже читаем про Авраама, потом про Исаака, потом про Якова. Так вот, Авраам наиболее раскрыл в своей жизни эту теологическую добродетель – вера. Исаак наиболее раскроет в своей жизни теологическую добродетель – надежда. А Яков наиболее раскроет в своей жизни теологическую добродетель – любовь. Поэтому вот эти три патриарха – это три столпа трех добродетелей, теологических, высших, теологических, то есть божественных, веры, надежды и любви. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Современный перевод – Авраам поверил Господу, и Господь признал это праведностью. А по Анкелосу Авраам поверил Слову Господа, и Господь признал это его заслугой. Конечно, кто-то может спросить, а ведь вера – это дар Божий. Если мне что-то дают, я начинаю этим обладать, а как это что-то может оказаться моей добродетелю? Да, призывающая благодать касается всех людей, живущих на земле. Но вот согласиться с действием, призывающим благодать или нет, зависит от человека. Авраам согласился с действием, призывающим благодать. Ответил согласием на то, что ему сказал Бог. «И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Но это можно интерпретировать. Я Господь, который вывел тебя из огня Халдейского. Здесь мы вспоминаем предание, на котором настаивает святитель Дмитрий Ростовский, что Авраам был брошен в огненную печь Халдейами, но Господь его оттуда вывел и чудесно защитил его от огня. То есть Господь как бы говорит, я спас тебя от огня, чтобы дать тебе землю сию во владение. А если кто-то будет понимать буквально, вот я вывел тебя из одной земли в другую землю, а в чем тут добродетель, заслуга Авраама в чем? А здесь Господь говорит, я тебя вывел из огня, вытащил из огня. Я это сделал с целью, чтобы ты здесь, на этой земле, создал семью. И вот сейчас мы ответим на вопрос, почему Бог избрал Авраама. Для чего Бог избрал Авраама? Он избирает таких людей, как Авраам, с одной целью. Они должны создать духовную семью. И в 18 главе мы об этом, может быть, поговорим более подробно. Там есть прямое высказывание Бога по этому поводу. Но нам важно уже сейчас понять, что Бог хочет, чтобы наша вера продолжалась в наших детях. Кто-то подумает, а вот если монах человек, так у него же духовное чадо, его вера продолжается в каждом из них. Он, то есть Авраам, сказал, Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? По Анкелосу, Господь Бог, где знак, что эта земля будет моею? Это не доверие к Богу. Это не доверие к себе. Потому что, как я уже сказал, праведники всегда сомневались в себе. Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. И он взял всех их и рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Что значит только птиц не рассек? Во-первых, вот эти животные, они символизируют собой народы. Давайте вспомним, что в книге Даниила, 8 глава, 20 стих, говорится о том, что овен, которого ты видел, с двумя рогами, это цари медийские, персидские, и Даниила, 8, 21, а козел косматый, царь Греции, а вот голубя не рассек. Почему? Песнь Песней, 2, 14. Голубица моя в ущелье скалы. Это диалог Христа жениха с церковью невесты. Тогда это была ветхозаветная церковь. Единство церкви оберегается в любом случае. И Авраам, который рассек всех этих животных, он только птиц не рассек, потому что это был бы вызов единству народа Божия, а мы знаем, что нет более страшного греха, чем грех раскола, который не смывается даже мученической кровью. И налетели на труп хищные птицы, но Авраам отгонял их. Ведь Авраам борется за свое потомство. А тут какие-то птицы-бесы налетели, скорее всего, это ювенальные птицы-бесы. А Авраам должен оберегать свое потомство от этих ювенальных бесов, и он их отгоняет от своего жилища, совершает такое символическое пророческое действие. «При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий». По Анкелусу это звучит. «Садилось солнце, сон сковал Авраама, ужас объял его, непроглядная тьма сгустилась вокруг него». И современный перевод. «Садилось солнце, забытье нашло на Авраама, великий и темный ужас объял его». Это иногда происходит с каждым из нас, когда предчувствие каких-то неприятностей завладевает нами, и нам кажется, что что-то должно произойти ужасно или с нашим здоровьем, или со здоровьем наших детей. Мужья всегда переживают за своих жен, жены за мужей. А Авраам борется за свое потомство. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и проботят их, и будут угнетать их четыреста лет». Еще ни одного потомка нет, но уже говорится о том, что может их ожидать. На самом деле, четыреста лет не получается. Четыреста лет не получается. Я имею в виду нахождение в египетском рабстве. Там двести с чем-то. Но это только потому, что в Исааке, в прямом потомке Авраама, было исправлено то, что не исправил Авраам. Помните, Авраам без повеления Божья прямого сходил в Египет. Хотя Бог, когда его призвал, сказал, «Я тебя благословлю всем». И вот теперь эта новость, что поработят их и будут угнетать. Но Господь утешает Авраама. Наказание Божие, оно не без милости. Бог действует в этом мире как бы двумя руками, правой и левой. Правая рука – это Божье «да» каждому из нас. Господь говорит «да». Левая рука Бога – это Божественное «нет», обращенное каждому из нас «нет». То есть Бог действует милостью и судом. Иногда суд и милость встречаются. Но в Божественном «да» всегда присутствует и Божественное «нет». В том смысле, что нельзя безнаказанно злоупотреблять божественной милостью. Как и в Божественном «нет», всегда присутствует Божественное «да». ибо суд Божий не без милости. И сказав о наказании потомкам Авраама, об унизительном наказании, поработят их и будут угнетать их 400 лет, Господь говорит и о милости по отношению к ним. «Но я произведу суд над народом, у которого они будут порабощения, после всего они выйдут с большим имуществом». По Анкелосу буквально получается так. «Но народ, поработивший их, я призову на суд, и тогда твои потомки уйдут оттуда, уйдут богатыми людьми». И далее. «А ты отойдешь к отцам твоим в мире, что значит в мире, а ты не доживешь до порабощения твоих потомков, и будешь погребен в старости доброй». Что значит старости доброй? То есть, когда ты будешь умирать, все твои дети, все твои внуки, будут в правоверии. Авраам прожил 175 лет, и в момент его смерти его сын Измайл пережил покаяние Тешува, а его внук Исаф еще не стал негодяем. Он был еще тогда такой нормальный ребенок. Вот это и есть старость добрая, когда, умирая, мы не видим, что наши дети, внуки, правнуки сбились с истинного пути. Это настоящая добрая старость. Это настоящий мир, мир, шалом в категории покой и умиротворение. Ведь назначение семейной жизни родить и воспитать праведного святого. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Амареев доселе еще не наполнилась. А это о чем? Мы с вами уже выяснили, что все эти племена Амареи Ефусеи незаконно поселились на этой земле. Эта земля была отдана потомкам Сима Эвера. Но почему Господь говорит? Ибо мера беззакония Амареев доселе еще не наполнилась. Господь как бы говорит, да, я знаю, что эти Амареи живут здесь незаконно, но я не могу взять людей и прогнать. У них есть дети, у них есть жены. Да, они грешники, но не настолько, чтобы взять их всех и выбросить их из этой земли. Да, когда уже предел их преступления будет слишком велик, тогда Господь будет действовать. То есть Бог справедлив не только по отношению к своим, но и по отношению к чужим. Ибо мера беззаконий Амареев доселе еще не наполнилась. Далее мы увидим очень страшное видение, которое относится к очень отдаленным временам по отношению к Ивраму. Когда зашло солнце, заход солнца, он же думает о своих потомках, это последние времена, когда мир будет близиться к закату. Когда зашло солнце и наступила тьма, тьма — это отсутствие света, а свет — это просвещение, слово закон Тора, основа этого слова, слово Ор, которое означает свет, то есть когда нравственные принципы в мире угаснут. Когда зашло солнце, наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня. Авраам видит холокост своих потомков, который произошел в XX веке. Дым как бы из печи. Пламя огня прошли между рассеченными животными, то есть разные народы, животные, они будут участвовать в этом холокосте уничтожения его потомства. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав «Потомству твоему даю я землю сию от реки египетской до великой реки реки Эфрата». Бог отгораживает потомство Авраама и самого Авраама от языческих племен и народов реками. Река это источник омовения, вода проточная, именно в такой воде совершали ритуальное омовение. То есть вы отделены любой, кто захочет перейти к вам из того мира или из Миспотамии или из Египта, он должен омыться. Ветхозаветное омовение это символ крещения христианского. Человек не может присоединиться к общине Авраама, если он не очистится. Человек не может войти в церковь, если он не будет крещен во имя Святой Живоначальной Троицы, во имя Отца аминь, во имя Сына аминь, во имя Духа Святаго аминь. Далее перечисляются народы. Это народы, которые будут изгнаны со Святой Земли. Эр Цесра Святые Отцы говорят, что семь народов Ханаана это семь смертных грехов. И человек не может войти в Святой Ханаан, то есть состояние благостной жизни, если он не справится с семью смертными грехами, которые присутствуют в его жизни. То есть для того, чтобы войти в церковь, мы должны омыться. Мы должны истребить своей земле, своей душе семь смертных грехов. Тогда мы состоимся как народ Божий. А если мы что-то оставим, что-то не изгоним, то это будет для нас всегда проблемой. И мы знаем, что когда евреи входили в землю обитованную, в книге Второзакония даны законы, что они должны там делать? Прогнать семь народов Ханаана, разрушить идолов, построить храм и поставить царя. В духовном смысле, что это означает? Очистить свою душу от семи смертных грехов. Дальше. Построить храм. Христос говорит, вы есть храм, и Дух Божий обитает вас. Разрушить идолов, отказаться от любых идолов, которые могут быть в нашей жизни, от любых предпочтений, которые не связаны с нашей религией. Построить храм, это мы выяснили, поставить над собою царя, чтобы Христос воцарился в нашей жизни. Как и сказано в Библии, верою вселиться Христу в сердца ваши. Итак, мы окончили изучение 15 главы. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 16 главу книги Бытие. Продолжение следует...